Суд поставил точку в деле о нападении девушки на своего возлюбленного. Напомним, она в полуссоры нанесла ему 13 ножевых ранений. Потерпевший выжил, здоровье пришло в норму. Подсудимая утверждает, что лишать мужчину жизни желания не было. Прокуратура же делает упор на покушение на убийство. Потерпевший же хочет одного, чтобы подозреваемая стала его женой. Рамиль Шайдулин о вердикте суда в непростом деле. Я очень сожалею, что так сделала. Я сама себя уже не казалась, сделала больно. Любимый человек. Более душевные муки, которые она испытала после того, как нанесла молодому человеку 13 ударов ножом, превыше и сильнее уголовного наказания, считает подсудимая. Поэтому в лишении свободы не видит надобности. Во время семейной ссоры ее мужчина начал вести себя агрессивно. И она не нашла лучшего способа успокоить вторую половинку, как забить его ножом. Государственное обвинение требует наказать женщину по закону и назначить ей 6 лет лишения свободы за покушение на убийство. Подсудимая уверяет, убивать не хотела. Умысла не было. Не верит обвинению и пострадавшей. Женщину он простил и хочет на ней жениться. Серьезность намерений показывал, как мог. Мы просто ждали окончания суда. То есть надеялись на оправдательный приговор, так как адвокат у нас хороший. То есть будете подавать заявление уже в ЗАГС, да? Будем. Суд в искренность чувств поверил и завершил дело в связи с приверением сторон. Рамиль Шайдулин, Вадим Струминский, Вахри Исламов, Вызов 112. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова